Уважаемые коллеги, рак мочевого пузыря занимает 9 место среди онкологических заболеваний в мире. Ежегодно в мире дегастируется более 380 тысяч новых опухолей и более 150 тысяч больных ежегодно умирают. В России в 2013 году заболело 14 327 человек. В структуре онкологической заболеваемости на долю рака мочевого пузыря приходится 4,5% у мужчин и 1% у женщин. Среди впервые выявленных новообразований мочевого пузыря 70-75% приходится на долю мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря, 20-25% мышечно-инвазивного и 5% метастатический рак. Около 20% мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря переходит в мышечно-инвазивный при прогрессии. Нужно сказать, что при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря метастазы в региональных линфоузлах обнаруживаются в 20-40% случаев. После цистоктомии примерно у четверти больных выявляются метастазы, которые не были диагностированы до цистоктомии. Метастазы в линфоузлах выявляются в 11% случаев у больных, у которых опухоль ограничена стенкой мочевого пузыря, и у 44% при опухоли выходящей за пределы стенки мочевого пузыря. На данном слайде представлена частота регионарного метастазирования у больных раком мочевого пузыря при различных стадиях. Как видите, она зависит от стадии заболевания, и при переходе опухоли на наружный отдел мышечного слоя частота регионарных метастазов резко увеличивается. Что мы можем предложить для диагностики в стадировании, скажем так, рака мочевого пузыря? Точность определения категории Т для компьютерной томографии составляет 40-60%, а МРТ 52-93%. Точность определения категории Н для КТ 70-90%, а МРТ 64-92%. И ни КТ, ни МРТ не проявляют метастазы в лимфатических узлах менее 10 мм. Таким образом, ошибка в установлении стадии рака мочевого пузыря составляет 30-40%. Применяемые методы диагностики несовершенны, и у значительной части больных имеются метастазы в регионарных лимфоузлах. Это имеет особенно большое значение для органосохраняющего лечения, поскольку при цистоктомии при расширенной лимфодисекции эти метастазы удаляются. Согласно рекомендациям Европейской ассоциации урологов, радикальная цистоктомия является методом выбора при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря. Она рекомендуется как при раке Т2Т4АН0М0 и немышечно-инвазивном раке мочевого пузыря высокого риска. Не рекомендуется откладывать операцию более чем на 3 месяца, так как это увеличивает риск прогрессии и смерти от рака мочевого пузыря. Лимфодиноктомия должна быть интегральной частью цистоктомии и рекомендуется расширенная лимфодиноктомия. На данном складе представлено одно из исследований, которое показывает, что у больных с метастазами Н+, там написано, расширенная лимфодиноктомия позволяет в 5 раз улучшить 5-летнюю безрецидивную выживаемость. Она эффективна как у больных в стадии ПТ2, так и ПТ3, как Н0, так и Н+. Но цистоктомия является, конечно же, тяжелой травматичной операцией, и ранние осложнения в течение 30 дней наблюдаются у 28-42% больных. Послеоперационная смертность достигает 4%. Нужно сказать, что в последние годы в связи с совершенствованием техники операции, в связи с отработкой послеоперационного введения этих больных, частота осложнений послеоперационных увеличивается, и смертность тоже. В частности, допустим, в Англии за последние 10 лет в 2 раза увеличилась послеоперационная смертность. Цистоктомия, несмотря на большой объем и травматичность операции, не является стопроцентной гарантией излечения. Так, локальные рецидивы наблюдаются до 33% случаев, отдаленные метастазы у 20-25% больных. Пятилетняя выживаемость зависит от стадии заболевания, так как при опухоли, которая ограничена мочевым пузырем, она достигает 75-85%, а при опухоли ПТ3, ПТ4 – 42-53%. Это общая выживаемость, я имею в виду. И она ухудшается по мере поражения региональных лимфоузлов. Вот здесь представлены данные о безрецидивной выживаемости. По данному Штейна, который проанализировал более 1000 больных, для стадии ПТ0, ПТ2 она составляет 74-89%, ПТ3, ПТ4 – 45-76%, и когда появляются метастазы, только 34%. И при стадии ПТ2 на выживаемость влияют региональные метастазы в большой степени. Так, при ПТ2Н0 они составляют 79% по данному Ю, и при ПТ2Н1 – 49%. Кроме того, учитывая несовершенство методов диагностики и неточное стадирование до операции, отмечается увеличение стадии после цистоктомии у большого числа больных. Так, клиническая стадия ПТ2 после цистоктомии переходит в ПТ3 у 40% больных, ПТ4 – у 9%, и у 23% выявляются региональные метастазы. А по данным Кентера, увеличение стадии с клинической Т2 до ПТ3-4 или метастазов наблюдалось у 73% больных. На результаты цистоктомии влияют следующие факторы. Кроме Т, Н – гистологическое строение опухоли, наличие в анамнезе мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря, наличие лимфовоскулярной инвазии, гидронефроза, влияет время от установления диагноза до цистоктомии и степень злокачественности опухоли. Таким образом, лучшие результаты цистоктомии отмечаются при опухолях, ограниченных стенкой мочевого пузыря ПТ2, и расширенная лимфоденоктомия улучшает результаты лечения. Органсохраняющий лечение рака мочевого пузыря. Его задача – это улучшить качество жизни, избежать осложнений цистоктомии, и при этом не ухудшить онкологический результат. Варианты органсохраняющего лечения, которые применялись в историческом аспекте – это резекция мочевого пузыря, открытая или трансрутральная, лучевая терапия, химиотерапия и сочетание этих методов. Тур в монотерапии рака мочевого пузыря при отборе больных, когда он выполняется при небольших опухолях, при отсутствии увеличенных лимфоузлов, отсутствии гидронефроза, 15-летняя опухоль специфического выживаемого достигает 70% по данным Сальсона, и 15-летняя выживаемость без прогрессирования – 58%. Лучевая терапия – 5- и 10-летняя общая выживаемость достигает 57,36%, а опухоль специфическая – 71,65%. Локальный рецидив наблюдается у 43% больных в течение 5 лет, и медостазы появляются у 35% больных. Химиотерапия при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря. Клинически полная регрессия опухоль достигается у 41-54% больных. Однако патологоанатомическая полная регрессия сохраняется только у 11-21%. Примерно у 75% больных в толще стенки мочевого пузыря сохраняется жизнеспособная опухоль. Все методы органосохраняющего лечения, которые причислены в настоящее время, не рекомендуются для органосохраняющего лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря как самостоятельный метод для лечения. В настоящее время в качестве органосохраняющего подхода применяется комбинация этих трех методов, то есть максимально радикальная трансфортуральная резекция, конкурентная химиолучевая терапия, рестадирующий тур после лучевой терапии в дозе 40-грей, в качестве радиосенсибилизаторов применяются тасплатин, метамицин и пиафитур урацил. Это факторы отбора больных для трехмодального лечения. Это хорошая емкость и функция мочевого пузыря, отсутствие инфравизикальной обструкции, визуальная радикальная трансфортуральная резекция, одиночная опухоль небольшого размера, отсутствие гидронефроза, отсутствие рака инситу или ограниченные поля рака инситу и отсутствие увеличенных лимфоузлов. Эффект органосохраняющего лечения в большой степени зависит от радикальности трансфортуральной резекции. Так, если тур выполнялся радикально, то полная регрессия и частичная регрессия составляли 82%, а если выполнялся не тур, а цистоскопия из биопсии, то только 20%. В другом исследовании при визуально-радикальной трансфортуральной резекции 5,10-летняя общая выживаемость равнялась 57,39%, а спасительная цистоктомия выполнялась у 22% больных. Если тур даже визуально была не радикальной, то, как представлено на данном слайде, 5,10-летняя общая выживаемость была 43,29%, и спасительная цистоктомия выполнялась в два раза чаще. Но, как, в общем, было показано, лучшие результаты при цистоктомии и при органосохраняющем лечении наблюдаются при второй стадии заболевания. Но даже с теми критериями отборов, которые подходят для органосохраняющего лечения, в стадии Т2 тоже, в общем-то, очень неоднородно. В данном исследовании на 275 больных со стадии, с клинической стадией Т2, первая группа 118 больных подходила по всем критериям для органосохраняющего лечения. И во второй группе они не подходили для органосохраняющего лечения в связи с тем, что были рак инситу, гидронефрост, мультифокальность и смешанная гистология. Всем больным сделана цистоктомия. И в первой группе, которые идеально подходили для органосохраняющего лечения, тем не менее у 36% была стадия Т3, Т4, и 24% больных имели регионарные метастазы. Однако, следует сказать, что опубликованные в литературе результаты органосохраняющего лечения достаточно хороши. Так, пятилетние опухолеспецифические и общая выживаемость составляет 50-82% и 36-74%. Спасительная цистоктомия выполняется в 25-30% случаев. Лучшая выживаемость и лучшие результаты наблюдаются при стадии Т2. Но, тем не менее, несмотря на хорошие результаты, на протяжении всей своей жизни после химио-лучевой терапии у больных сохраняется вероятность геморрагического цистита, структуры мочеточников и уретры, уменьшения емкости мочевого пузыря, то есть осложнения лучевой терапии, которые могут развиться в различные после окончания лечения время. У 30% больных после химио-лучевой терапии, как уже было показано, развивается немышечно-инвазивная рецидивность. Это рецидив в мочевом пузыре, который действительно успешно лечится и не оказывает большого влияния на 5-летние результаты. Но при более длительном наблюдении, как показано в данном случае вот Зитманом, при сроке наблюдения 8 лет, выживаемость с интактным мочевым пузырем наблюдалась у 60% больных, не имевших поверхностного рецидива, и только у 35% пациентов с поверхностным рецидивом после химио-лучевой терапии. На данном слайде представлены результаты анализа базы данных СИР, где количество больных было 12950. Из них цистоктомия произведена 5000 больных, химио-лучевой терапией 2500 и наблюдение было у 5000 пациентов. Влияние метода лечения на общую выживаемость и опухоль-специфическую смертность больных рака мочевого пузыря было оценено в данном слайде при стадии Т2, поскольку при Т3 и Т4 не было различий между цистоктомией и другими методами, которые здесь разбираются. Так вот, общая выживаемость была примерно в полтора раза выше после цистоктомии, чем после химио-лучевой терапии, и еще в большей степени в 1,8 раза при наблюдении. И опухоль-специфическая смертность чаще наблюдалась при химио-лучевой терапии примерно в два раза и при наблюдении тоже, что говорит, в общем, на определенное преимущество цистоктомии при стадии Т2. Нужно иметь в виду, что материалы, которые публикуются в литературе, они, как правило, исходят из крупных клиник, из университетских центров, из онкологических центров, где имеются все возможности для хорошего стадирования этих больных, для проведения лучевой терапии, химиотерапии, когда выдерживаются все сроки, необходимые для лучевой терапии, исполняются все требования протоколов по химиотерапии, а в жизни получается несколько не так. В данном случае представлен анализ 36,5 тысяч больных мышечно-инвазинного рака мочевого пузыря 2-й стадии, которые лечились в США, и оказалось, что цистоктомия выполнялась только 27% больных, химиолучевая терапия выполнялась 10% больных, другое лечение, которое включало резекцию мочевого пузыря, тур мочевого пузыря, химиотерапию, лучевую терапию, получали 60% больных и не получали лечения 2%. И оказалось, что медиану общей выживаемости после цистоктомии составляло 48 месяцев после химиолучевой терапии, 28 месяцев и при других лечениях или не получавших лечения еще ниже. Таким образом, мне бы хотелось заключить, что орган сохраняющего лечения возможно для ограниченной группы больных мышечно-инвазинного рака мочевого пузыря. Основой успеха является отбор больных. Проведение орган сохраняющего лечения возможно только в крупных онкологических учреждениях, имеющих возможность точного стадирования рака мочевого пузыря и проведения квалифицированного лечения. Но обычной практике методом выбора пока остается цистоктомия. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...